Как и где провести выходные в Красноярске и его окрестностях? Где можно поплавать под музыку диджея из Санкт-Петербурга? И куда пойти с самым маленьким красноярцем? А также какой секретный маршрут подготовили для любителей активного отдыха? Об этом и не только. Смотрите в нашей постоянной рубрике Афиша. Что такое настоящий дрифт? Узнать это можно будет уже на этих выходных. Ценители зрелищной езды ждут на гоночной трассе «Красное кольцо». В нашем городе состоится главный чемпионат страны по дрифту. Зрители увидят противостояние самых опытных и мощных пилотов. Соревнования будут проходить два выходных дня. Старт в субботу в 10 утра. В Дрокино парке пройдет вечеринка в открытом бассейне. Любителей тусовок и зажигательной музыки ждут в субботу в 16.00. Там можно поплавать на свежем воздухе под диджейские треки и потанцевать. Развлекать гостей будет музыкальный продюсер с северной столицы России Васта. А тем, кто предпочитает активный отдых, туристический клуб «Своя тропа» предлагает отправиться в поход на столбы. Однако речь идет не о знаменитом национальном парке, а о неизведанных Качинских столбах. Бонусом к походу идет посещение заброшенного знаменского стеклозавода. Путешествие намечено на субботу. Старт в 10 утра от парковки на МРЧК 65. Поход займет около 7 часов. Сложность ниже средней, поэтому можно и с детьми от 8 лет. Если у вас нет своего автомобиля, стоимость билета составит 850 рублей. На своей машине бесплатно. Оказаться в прошлом и увидеть историю края с древнейших времен и до современности. Такая возможность предоставится, если вы придете в Краеведческий музей, посетите экспозицию «Сказание земли Енисейской». Из нее вы узнаете, какие коренные народы проживали раньше и проживают сейчас в нашем регионе. А также, когда и для чего основали Красноярск. И что в 19 веке происходило с городом и губернией. Гостей ждут в Краеведческом музее в субботу и воскресенье. Начало в 10 утра. Девногорск празднует сразу два юбилея. 55 лет с момента пуска гидроагрегатов Красноярской ГЭС и полвека, как станции запустили в промышленную эксплуатацию. Мероприятие решили совместить с Днем города. Присоединиться к празднику приглашают и красноярцев. Гостей ждут в субботу с 12 часов на Пионерской площади на набережной. В это время там заработают творческие, спортивные и детские площадки. Кульминацией праздника станет концерт. Он начнется в 18.00, а завершится в 22.50 ярким фейерверком. А с 23.00 и до 3 ночи на ГЭС будет работать подсветка.